45 лет назад впервые вышел в эфир мультфильм «Ну, погоди!». На приключениях неугомонных зайца и волка выросло не одно поколение. Но время привело в анимацию новых героев. Кто вытеснил с мульт Олимпа парочку «Ну, погоди!» И какие они, Симпсоны, Шми, Шарики и Губка Боб. Сравниваем с помощью самой искренней аудитории. Вот он, самый первый выпуск «Ну, погоди!». Это своеобразный привет Владимиру Высоцкому. Он должен был озвучивать волка. Не позволили. Стильного волка-хулигана с папироской в зубах и образцово-показательного зайца. Зрители полюбили сразу и надолго. Это раньше таких любимых мультфильмов было немного. Сейчас анимации на любой вкус. Правда, в новогодних телеэфирах фильмы, концерты и огоньки. Детям это не очень интересно. Поэтому родители отправляются в интернет в поисках мультяшных развлечений для малышей. Мультики дети сегодня смотрят на ноутбуках. Пап, ты завтра включи, ну погоди. Леша в восторге от сериала, который с удовольствием смотрел еще его отец. Да, обожаю. Там, погоди, ловит зайца. А все остальные хорошие. Правда, старые советские мультики родители включают не часто. Где-то две, три, четыре серии в неделю. Потому что появилось очень много новых мультиков. Среди них есть очень хорошие, есть такие вот обучающие, образовательные мультики. Есть такие, которые мы вообще не ставим. В список запрещенных попали те истории, в которых герои ведут себя неадекватно. Ева сегодняшний день с подругой Настей начинают с фиксиков. Познавательного мультсериала о том, как устроены вещи. После фильм-мюзикл «Кошмар перед Рождеством». Мне нравится все страшное. Каролину, стране кошмаров, я люблю. Она попала в такую страну, там все кошмары есть. Еще в фаворитах смешали Китоми Джерри. А вот «Ну, погоди», не впечатляет. Конечно, персонажи хорошие, но у вас-то он чуть-чуть уже интересный, коротенький. И все то же самое, что волк на заза постоянно охотится, и они убегают. Еще Насте не нравятся симпсоны, а взрослым – спанч-боб. Ну, какие-то странные они, эти мультики. Кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то там куда-то выбрасывает. Но чему они учат? Для чего они, вот эти мультики? Сегодня старые добрые зверушки проигрывают человекам-паукам и говорящим тачкам. Разговоры идут о том, что надо быть сильным, а не добрым. Надо быть успешным, а не ласковым. Надо быть красивым, а не нежным для девочек. В Шреке, вот там эта красавица, да, она же и дерется, и убивает. Но где раньше это было? Снегурочка не дралась. Но у любимых героев еще есть шанс, уверяют специалисты. Ведь важно не только что смотреть, а и как. Главное – не оставлять малышей одних перед телевизором. И смотреть мультики вместе. Алена Центила, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер.